Добрый день, дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша недельная голова называется ХУКА. Законы необъяснимые, нелогичные законы. Но, конечно же, сразу на первый план выходит эпизод с красной коровой, но не о ней хотел сегодня говорить, мы о ней уже много говорили, а хотел говорить о совершенно другом, на мой взгляд, не менее, а может даже более важном сюжете для нашего мировоззрения. Этот сюжет, которому можно было дать заголовок, как буквально недавно прошла целая мода в социальных сетях, где все ставили хэштег «Меня не взяли», там, где мы не прошли интервью или куда-то нас не взяли на работу, или мы что-то упустили, и на самом деле нам в этом повезло. Вот об этой недельной главе, или точнее, о одном из сюжетов нашей недельной главе, наверное, впервые можно поставить этот хэштег «Меня не взяли». Кого не взяли? Не взяли Мой Шарабейну. Речь идет, конечно же, о истории с тем, как Мой Шарабейну в очередной раз отпускал воду из скалы. Сегодня в нашей главе мы читаем о том, как в евреям опять нечего было пить. Наши мудрецы объясняют, связано это с тем, что Мила Мирьям, благодаря которой у нас был колодец с питьевой водой, который за нами ходил все сорок с копейками лет по пустыне. Так или иначе, евреи жалуются, что мы делаем лучше всех, приходят и говорят «Мой Шарабейн, Ару, хотим пить, нам обещали землю Израиля текущим молоком и медом, а мы здесь, и пить нам нечего, в пустыне что-то происходит». Мой Шарабейн рулет на себе волосы, как его уже достали эти евреи со постоянными своими наездами, и жалобами Всевышний говорит «Поднимись на скалу, скажи скале, она выпустит воду, все напьются, и так можно восхитить имя среди еврейского народа». Мой Шарабейн благополучно берет посох, поднимается по скале, стучит по ней раз, никакого эффекта, стучит по ней второй раз, вода выходит, все напиваются, все довольны, все разошлись, кроме Мой Шарабейну, Всевышний говорит «А вас, Мой Шарам, попрошу остаться». И говорит им «Ребята, вы не осветили мое имя среди еврейского народа, за это вас наказывают, вы не ведете этот народ в землю Израиля». Конечно, есть огромное количество объяснений, в чем был виноват Мой Шарабейн. Да, Всевышний сказал «Говорит, он ударил на дамы и господа». В конце концов, результат был достигнут, все напились, никто даже не заметил, что он ударил. За что такое наказание? Давайте подумаем, что это наказание, которое лишает мечты всей жизни Мой Шарабейну, жизни, которая и так была не слишком веселая, как еврейского лидера, у него была несчастная судьба. И даже цель его жизни, и цель его жизни его лишает сам Всевышний. В чем же был виноват Мой Шарабейн? В одном из комментариев Дона Барбанель приводит 11 причин, за что и было наказать Мой Шарабейна из разных первоисточников. Да, есть разные объяснения. Одно объяснение, что у Мой Шарабейна, да, у него были проблемы с эндгер-менеджментом. Он плохо управлял своим гневом в сердцах на еврейский народ, стукнул по скале, но вода все-таки вышла. Другое объяснение дает его Раше, что он на самом деле Всевышний хотел шоу. Он хотел, чтобы евреи увидели вау, был такой вау-фактор, чтобы вот выпушла вода из скалы. Почему в данном случае не был вау? Потому что у нас был другой прецедент. 40 с копейками лет назад точно так же не было пить. Евреи пришли жаловаться к начальнику Мой Шарабейну, как сказал им Всевышний, взял посох, поднялся на скалу, стукнул по скале, вода вышла, все довольны, никаких наказаний. Но Раше говорит, что один раз уже он так делал, второй раз уже вау-фактора не было. Или по-другому можно объяснить, что Всевышний хотел шоу, чтобы все внимание было на него, а Мой Шарабейну и Арам привлекли все внимание на себя. Но Дона Барбанель в конце говорит, что на самом деле Мой Шарабейну абсолютно не виноват. И объясняя его слова, Раб Джон Тан Сакс, один из величайших мыслителей нашего времени, дает потрясающее объяснение. Что на самом деле в чем разница между первым случаем с водой, что там было достаточно посоха, и вторым. На самом деле не в том, что Всевышний там сказал бить по скале, а здесь сказал говорить со скалой. А разница в аудитории, в аудитории, которая за этим всем наблюдала. Дело в том, что первый раз, 40 с копейками лет назад, это было поколение рабов, которые только вышли из Египта. Сейчас в нашей главе мы говорим о новом поколении свободных людей. Поколение вышли из Египта, поколение рабов привыкло к палке, и поэтому для них было достаточно ударить по скале палкой. Сейчас мы говорим о поколении свободных людей, для которых уже палка не подходит. Это не поколение, чьи головы били учителя в советской школе, свои указки. Нет, это поколение, с которым нужно уметь разговаривать. И говорит Раб Джонатан Сакс, всего-навсего, в первый раз это было интервью Мой Шарабейну на позицию лидера поколения рабов. С палкой он его прошел. Второй раз он повел себя точно так же, потому что он был лидером того поколения. Но это новое поколение. Ему предложили, попробуй, попробуй разговаривать. У него не получилось, и он уходит на заслуженный отдых, его отправляют на пенсию. Его просто не взяли, и никто не знает, что бы было, если бы его да взяли. Потому как все, что делается, делается к лучшему. Но главное, мне кажется, дамы и господа, это понять, что свободный человек, это тот человек, который умеет меняться, умеет адаптироваться, умеет принимать новую действительность вокруг него и находить в этой действительности служение Всевышнего. Это тот человек, который войдет в землю Израиля. Дай Бог, чтобы мы с вами вошли в землю Израиля в ближайшее время с нашим царем Машехом, как свободные люди. Чтоб нас взяли. До встречи. Успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok